Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Долгожданный дан звонок. Начинается урок. Тема нашего урока – гласные и согласные звуки. Сегодня на уроке узнаем, чем отличается звук от буквы. Гласный от согласного. Повторим, сколько в русском алфавите гласных букв и сколько звуков. И какая буква звука не обозначает. Какими бывают согласные звуки. Научимся распознавать количество слогов в слове по количеству гласных звуков в нем. А теперь отгадайте загадки. Черные птички на каждой страничке сидят, ожидают, когда их разгадают. Конечно же, это буквы. А сейчас посмотрите внимательно, что увидите. Буквы. В русском алфавите 33 буквы. Они делятся на гласные и согласные. Почему гласные? При произнесении гласных выдыхаемый воздух не встречает преград. Почему согласные? При произнесении согласных воздух встречает в полосе рта преграду, создавая шум. Гласных букв 10. А, О, Э, И, У, Я, Ё, Е, Ю, И. Согласных 21 буква. Б, В, Г, Д, Д, Ж, З, И, Краткая. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Буквы мы видим и пишем. А теперь отгадайте следующую загадку. Его не видно. В руки не взять. Но зато слышно. Звук. Звуки слышим и произносим. Ребята, а чем отличаются звуки от букв? Звуки слышим и произносим, а буквы видим и пишем. Звуки бывают гласные, согласные. Буквы, мягкий знак и твердый знак не обозначают звука. Что мы знаем о гласных звуках? Гласные звуки мы произносим голосом. Их можно петь и тянуть при произношении. И нет преграды. Согласные звуки мы произносим при помощи губ, языка, зубов. При произношении есть преграды. В русском языке шесть гласных звуков. А, О, У, И, 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 Э. Эти буквы обозначают два звука. А следующие буквы обозначают два звука. Я, Е, Ё, Ю. Они обозначают два звука. В начале слова. После гласных. Перед твердым и мягким знаками. Ребята, у нас сейчас физкульт-минутка. Давайте отдохнём. На зарядку солнышко поднимает нас. Поднимаем руки. Мы по команде. Раз. А над нами весело шелестит листва. Опускаем руки. Мы по команде два. Соберём в корзинке ягоды, грибы. Дружно наклоняемся. По команде три. На четыре и на пять будем дружно мы скакать. А по команде шесть. Всем тихонько сесть. А теперь посмотрите на эти предметы и назовите их. Гриб. Шляпа. Яблоко. Книга. Комус. А теперь эти слова разделите на слоги. И запишем в тетрадь. Записали? Гриб. Один слог. Шляпа. Два слога. Яблоко. Три слога. Книга. Два слога. Комус. Два слога. Вам задание. Подчеркните гласные. Что вы заметили? Давайте сделаем вывод. Для чего нам нужны гласные. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Гласные звуки нужны для образования слога. Слова на письме делим на слоги. Ребята, запомните, сколько в слове гласных, столько и слогов. Ребята, а вы знаете стихотворение о согласных звуках? Тогда я вам сейчас прочитаю, а вы повторяйте за мной. А согласные согласны шелестеть, шептать, скрипеть, даже фыркать и шипеть. Но не хочется им петь. Змеиный слышен свист. Ш шуршит опавший лист. Ж шмели в саду жужжат. Гласные звуки, они поются. Согласные звуки делятся на группы, на мягкие и твердые, на глухие и звонкие, на парные и непарные. Согласный звук не может образовать слог безгласного. Слог образуется только вместе с гласным звуком. Согласные звуки и буквы делятся на парные согласные, звонкие и глухие согласные. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Согласные звуки и буквы, И, Ч, Щ, всегда мягкие. Ш, Ж, Ц, всегда твердые. А теперь, ребята, послушайте историю про буквы. Вот, послушайте такую историю. Поспорили однажды гласные с согласными. И сказали гласные, какие мы прекрасные, чудесно мы поем, всем радость несем. Тут гласные запели А, О, У, как флейты заиграли на праздничном балу. Да, можете вы петь, а мы звенеть, шуметь, ответили согласные. И мы вам скажем прямо, вас очень-очень мало, а нас ведь все же больше, звучать мы можем дольше, а значит мы нужнее, и вас мы поважнее. Ребята, давайте конец стихотворения прочитаем вместе. Не понимают звуки, что споры их смешны, ведь человеку в речи все звуки так нужны, и гласные с согласными, неразделимы, все звуки в языке незаменимы. Ребята, посмотрите внимательно и найдите слова, отличающиеся друг от друга, одним звуком. Дым – крыса, маска – дом, крыша – каска. Запишем эти пары в тетрадь. Дым – дом, маска – каска, крыша – крыса. Следующая работа – игра заданий. Путаница. Дом – весна, утка – аист, ирис – мышка. Запишите слова в два столбика. В первый столбик слова, которые начинаются с гласного звука. Второй столбик – слова, которые начинаются с согласного звука. Записали? Проверим. Утка – аист, ирис. Дом – весна, мышка. Следующее задание. Вам надо вставить пропущенные согласные буквы в словах. Лягушка. 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 Весна. Птица. Школа. Ребята, вот и подошел наш урок к концу. Сегодня на уроке мы узнали, чем отличается звук от буквы, гласный звук от согласного звука, повторили, сколько в русском алфавите гласных букв, а сколько звуков, и какая буква звука не обозначает. Так же, какими бывают согласные звуки. Научились распознавать по количеству слогов в слове, по количеству гласных звуков. А теперь подведем итог урока. Звуки мы слышим и произносим. Буквы мы видим и пишем. Звуки бывают гласные и согласные. На этом наш урок окончен. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова